В данном примере будет рассмотрен способ проведения оптимизации начальной формы заготовки для листовой штамповки, выполненной в программном комплексе PAMSTAMP. В качестве примера будет рассмотрено моделирование процесса изготовления деталей внутренняя часть капота автомобиля и проведена последующая оптимизация в начальной форме исходной заготовки. Вначале необходимо создать новый проект. Проект, New, проект, вводим его проекта, нажимаем сохранить, указываем тип процесса, стандартная штамповка, тип решателя, PAMSTAMP, нажимаем ОК. После того как создан новый проект, необходимо загрузить требуемую геометрию. Для этого убираем пункт Import Tool Mesh и убираем оба объекта с расширением BF. В поле объектов появились объект, который у нас будет представлять собой матрицу, и Target, то есть целевой объект, то есть то, что необходимо получить после моделирования. Как видите, представлена только половина объектов, соответственно будет применена плоскость симметрии. Далее перейдем к созданию заготовки. Для этого вначале в меню Geometry находим меню 3D Curves, куда необходимо будет загрузить кривую, которая будет представлять собой начальный контур заготовки. Нажимаем кнопку Import и выбираем кривую Contour Blank. Данная кривая появилась у нас в данном списке. Необходимо теперь добавить ее в список объектов. Для этого выбираем. Нажимаем на кнопку Add to Object и вводим необходимое имя. Нажимаем Add. И данный объект появляется у нас в поле объектов. Данное меню можно закрыть. После этого в меню Process выбираем пункт Blank Creation. Открывается меню редактора Blank Editor. Здесь будет создаваться новая заготовка. Нажимаем на кнопку с плюсиком. Имя заготовки Blank, тип заготовки Surface Blank. Нажимаем ОК. Переходим на вкладку Definition. Где у нас выбран пункт для задания заготовки. Outline, то есть наружная линия. Из списка выбираем кривую, которая у нас описывает внешний контур заготовки. И указываем начальный размер элементов. 18 мм. Нажимаем Apply. И заготовка у нас появляется на экране. После этого возвращаемся на вкладку Material, где указываем материал и толщину данной заготовки. Нажимаем на кнопку задать материал. И выбираем материал из списка алюминиевых сполов. Нажимаем Apply. И материал появился в данной строке. Вводим толщину. Для данного примера зададим толщину 0,65 мм. Нажимаем Apply. Данные для заготовки у нас заданы. Сама заготовка создана. Можно закрыть данное меню. Далее переходим к созданию остального инструмента. Который в данном случае будет являться пуансон и прижим. Для этого из списка объектов оставляем выделенную только будущую матрицу. Можем поменять цвет для удобства. И включить отображение элементов. После этого располагаем матрицу. И далее при помощи кнопки выделения элементов. Выделяем ту часть матрицы, которая у нас будет являться заготовкой под пансон. После того как требуемая область у нас выделена. Правой кнопкой щелкаем в рабочем поле. И выбираем Add Selection to Object. То есть создать новый объект из выделенной области. Называем данный объект. Далее можно снять выделение с данного объекта. Как мы видим заготовка под пансон появилась у нас в поле объектов. После этого выделим область под прижим. Для этого также включим отображение элементов. И с помощью кнопки выделения элементов выберем область. После того как область под пансон выделена. Также нажимаем правой кнопкой мыши на рабочем поле. Add Selection to Object. И вводим имя. Нажимаем Add. Теперь оба объекта заготовка под пансон и под прижим у нас добавлены. Далее для удобства создадим локальную систему координат. Для этого нажмем на кнопку создания нового объекта. Из типа объектов выберем Coordinate System. И оставим имя без изменений. Нажимаем ОК. Появляется окошко Frame Definition. Где нам необходимо задать параметры новой локальной системы координат. Выберем Definition Type Frame and Angle. Выберем в качестве Original Frame начальную глобальную систему координат. И сделаем угол поворота относительно начальной системы координат вокруг оси Y 180 градусов. Таким образом получили локальную систему координат. В которой направление оси Z противоположено направлению глобальной системы координат. После этого выберем объект Punch Source. Щелкнем право кнопкой мыши и выберем пункт Information. В этом пункте укажем группу, которая принадлежит данный объект. Данный объект принадлежит группе Punch Source. Нажмем Apply. Далее в окошке Object выберем объект Punch Holder Source. И для данного объекта зададим группу Punch Holder Source. И также нажмем Apply для применения данного параметра. В меню Process выберем пункт Tool Building. В данном пункте мы зададим все необходимые параметры для окончательного построения необходимого нам инструмента прижима и пуансона. Для создания модели пуансона автоматически был выбран Punch Source. Соответственно необходимо указать направление создания данного инструмента. Укажем в положительном направлении оси Z локальной системы координат. Толщина заготовки автоматически здесь применена. Также автоматически будет производиться ориентация сетки. Если выбрать второй инструмент прижиме Blank Holder, для него также автоматически будет выбран объект Blank Holder Source. Все остальные параметры у них общие. Нажимаем ОК. Появляются новые объекты Punch и Blank Holder, которые будут использоваться для дальнейшего моделирования. Последним созданным элементом у нас будет плоскость симметрии. Для этого щелкаем на кнопку создания нового объекта и выбираем в меню Type Object Plane. Соответственно имя можно оставить без изменений. Нажимаем ОК. Необходимо задать параметры данной плоскости симметрии. В поле Definition Type выбираем пункт Central and Normal. Соответственно необходимо указать положение центра плоскости симметрии. Указываем ее непосредственно на границе данной плоскости симметрии. И также указываем нормаль к данной плоскости симметрии. И в данном случае нормаль у нас направлена вдоль оси X. Нажимаем ОК. В списке объектов и на экране данная плоскость симметрии появилась. Теперь, когда все необходимые объекты заданы, в меню Process нажимаем на кнопку Data Setup Wizard и нам открывается окошко AutoStamp Slada Artforming, в котором через готовые макросы можно задать все необходимые технологические параметры процесса. Для открытия нового макроса необходимо нажать на кнопку с плюсом, выбрать необходимый макрос, в данном случае макрос Single Action, так как у нас штамповка будет производиться на прессе одинарного действия. В окошке Customize необходимо выбрать те объекты, которые будут участвовать в данной операции. Во-первых, это заготовка, матрица, прижим, пуансон и плоскость симметрии. Также необходимо выбрать операции, которые будут нас участвовать в процессе. Операция укладки, прижима и непосредственно штамповки. Нажимаем ОК. После этого необходимо задать все параметры для пунктов, которые окрашены красным цветом. Соответственно, необходимо определить, что будет являться матрицей для данного процесса. Выбираем объект, который у нас является непосредственно матрицей. Укажем Minimal Toil Radius, значение 5 мм. Укажем значение Bankholder Stroke, минус 130. Данное значение говорит о том, насколько у нас будет смещён прижим перед началом процесса штамповки. И определяем усилие на прижиме. 75 кН. Все параметры процесса заданы. После этого нажимаем на кнопку Apply для применения указанных параметров. После того, как все требуемые параметры у нас заданы, можно произвести запуск задачи на расчёт. Для этого выбираем пункт меню Solver, Start. Соответственно, выбираем заранее созданный решатель для модуля AutoStamp. Нажимаем ОК. Указываем необходимое количество процессоров. Нажимаем ОК и происходит запуск задачи на расчёт. За всеми шагами процесса можно следить на вкладке Project. Соответственно, здесь будут показаны результаты моделирования на каждой стадии. Также можно посмотреть различные расчётные поля, которые у нас рассчитываются во время процесса моделирования. В частности, значение толщины изделия и утонения. Кроме этого, могут быть рассмотрены параметры напряжённо-деформированного состояния. В частности, различные параметры деформаций, напряжений. Также в качестве расчётных параметров можно рассмотреть параметры качества сетки, энергетические параметры и различные другие. В частности, диаграмма предельной формуемости. После того, как расчёт завершён и получено готовое изделие, можно отметить, что у нас имеются достаточно большие излишки металла, которые в последующем должны будут быть обрезаны. Соответственно, это дополнительный расход металла и дополнительные операции. Для того, чтобы исключить данные материальные и временные затраты, применим операцию оптимизации начальной формы заготовки, для того, чтобы после операции штамповки получить уже практически готовые изделия. Для перехода к модулю оптимизации необходимо в меню Process выбрать пункт Optimization. Открывается окно модуля оптимизации, где будем задавать все необходимые параметры. Во-первых, необходимо выбрать пункт Optimization Type. В данном случае выбираем пункт Blank Contour Optimization. На первой вкладке Stages необходимо выбрать те операции, которые у нас будут участвовать в процессе оптимизации. Соответственно, выбираем все операции, начиная с первой до последней. Далее переходим на вкладку Definition. На этой вкладке необходимо выбрать следующие объекты. Первый объект это Target, то есть целевой объект, с которым будет сравниваться конечная форма заготовки, то есть изделия. В данном случае выбираем объект Target из списка объектов. Следующим объектом необходимо выбрать тот объект, который будет сравниваться с целевым объектом, то есть наша заготовка и полученные из нее изделия. На экране можно отметить, что целевой объект означается контуром красного цвета, заготовка контуром синего цвета. Последним необходимо выбрать тот объект, который будет модифицирован в процессе оптимизации. Выбираем объект контур, то есть это у нас контур начальной формы заготовки. Также необходимо выбрать вариант оптимизации данного контура. Есть два варианта. Первый вариант оптимизация контура путем изменения его размеров И второй вариант, оптимизация контура путем изменения его положения в пространстве. Выбираем первый вариант, то есть с изменением размеров начального контура, щелкаем на первый плюс, и необходимо соединить все три контура, то есть контур целевой заготовки, контур имеющейся заготовки изделия и начальный контур заготовки. После того, как все три контура соединены, появляется надпись Stretching, отвечающая за то, что у нас изменение начального контура будет производиться путем изменения его размеров. Все остальные параметры на данной вкладке оставляем без изменений. Переходим к следующей вкладке, Iterations. На данной вкладке необходимо указать значения, при которых будет достигнута сходимость расчета, а также указать максимальное число итераций. В данном случае устанавливаем значение максимальной дистанции 25 мм, процент сходимости 95% оставляем, и максимальное число итераций зададим 15. Данные значения говорят о том, что максимум за 15 итераций должна быть достигнута сходимость, при которой конечная форма изделия должна на 95% соответствовать форме целевого изделия. Далее переходим на вкладку Run, где необходимо задать параметры решателей. Во-первых, это решатель Optimizer, который будет непосредственно проводить оптимизацию начальной формы заготовки, и решатель, с помощью которого будет проводиться моделирование всех трех операций. Для процесса оптимизации выбираем свой соответствующий решатель. Для основных операций выбираем тот решатель, который использовался в основном расчете. Указано необходимое число процессоров, на которых будет производиться расчет. После этого все необходимые параметры заданы. Можно нажать на кнопку Start для начала расчета процесса оптимизации. Происходит автоматический переход на вкладку Консоль. На ней будут отображаться все результаты процесса оптимизации. По завершении расчета, когда требуемо сходимость достигнута, производит автоматическая остановка процесса, и можно будет загрузить полученные результаты. Для импорта полученных при расчете контуров заготовки, необходимо перейти на вкладку Analysis и нажать на кнопку Import Optimize Outlines. Контуры заготовки, полученные в процессе, в оптимизации автоматически будут добавлены список объектов. Окно Optimization можно закрыть. Из списка объектов выбрать оптимизированный контур. Далее перейти в меню Process, пункт Blank Creation, где создать новую заготовку. Для этого нащелкнуть на кнопку с знаком плюс. На вкладке Definition, в поле Outline, в данном случае, выбираем оптимизированный контур, задаем размер сетки 8 мм, и нажимаем Apply для создания заготовки. На вкладке Material задаем тот же самый материал, что и в первом случае, с такой же толщиной, 0,65 мм. Нажимаем Apply. После этого окно можно закрыть. На экране появится встроенная заготовка. После этого необходимо, чтобы вновь созданная заготовка участвовала в расчете. Для этого проще всего правой кнопкой мыши щелкнуть на Blank 2, выбрать пункт Exchange Content With. И в списке объектов выбрать Blank. Соответственно, нажать Exchange. И заготовки поменяются местами. При этом все свойства в дереве объектов сохранятся. После этого можно произвести проверочный расчет. Для этого меню Solver, выбрать Start, выбрать решатель, задать количество процессоров, на которых будет производиться расчет, и запустить его. Ход моделирования процесса штамповки. В результате получено изделие, которое можно сравнить с целевым. Можно увидеть, что никакой последующей доработки производить не нужно. И из оптимизированной заготовки получено готовое изделие с требуемыми параметрами.